Всем привет! Добро пожаловать во влог на пару! Точно! Вот! Это союз печати. Я сегодня с самого утра ходила за капой. Это не новая капа. Сними, какой красивый киоск! Вот такой красивый киоск! Вот я иногда так вещи и снимаю, когда мама говорит Сними, сними! Вот такой красивый киоск! Мы идем на почту отсылать подарочки вам. Каталог. И победителям, кто отдал самую точную дату, когда у нас появится 5000 человек на канале. Вот. А потом мне позвонили с почты, с другой. И мы идем еще на почту посылочки получать. Алиэкспресс получать. Ну, может быть и не Алиэкспресс, я надеюсь. Там одна есть. Вот. Но, конечно же, мы вам все покажем. Смотри, какие сосульки красивые. Сейчас скажут, сними! Сними, Алиэкспресс! Сейчас сниму. Вот. А потом мы еще одну вещь должны получить из Тапперуэра. Конечно же, вам все покажем. Вот такие сосульки. Все! Вот сними вот так вот. Виви! Я сняла! Мы уже пришли домой. Сейчас будем есть. Но я взяла... Мама отказалась со мной пробовать. Я взяла чипсы Lance Stucks они я так понимаю закос на pringles и хочу при вас попробовать вот вы знаете уже как я открыла их сюда не менее внушают доверия правда pringles и я никогда не нюхаю вот это знаете основное правило pringles нельзя нюхать потому что когда вы нюхаете pringles они совсем не такие как на вкус я пробую при вас это обычная солью мне кажется они обезжиренные какие-то мне так нет найти по калориям не обезжиренные по ощущениям они как обезжиренные и они гиперсоленые но они честно говоря он видимо получаются столько же стоят сколько pringles но из-за того что банка меньше из-за этого меньше стоят я бы все-таки осталось верно pringles а я на руках конечно сама тянется и снова здравствуйте привет мы пришли домой я в новой кафе получилась но я и не буду постоянно носить поэтому вы не будете видеть то в старой капитов новой кайпе потому что явно вы к пи есть не буду чтобы она уже не темнела как-то потому что я пью кофе я пью чай я ем всякие соусы поэтому у меня копать и не а это будет у меня такая парадная ходить еще с ней месяца 2-3 точно поэтому это будет парад оказалось что ее так сложно сделать столько времени ждали ну и мы сейчас вам обещали мы сделали мы сходили за посылочками с алиэкспресс но мы их уже распаковали потому что не взяли пакетики ну вот пакет я забыла сумки да да а в рюкзак сумку класть все такое грязное было металл распаковали поэтому мы сейчас вам покажем уже распакована мы знаем что это и нам осталось только две посылки получить остальное все вот да да дошло значит мы взяли такую как как крышечка она я надела все таки как на картинках там было нарисовано что их три или даже четыре да но оказалось она просто была картинка с тремя штучками голубая розовая и беленькая она вот здесь наклеена на целлофан сейчас покажу вам как это делается вот и у нее есть клейкая поверхность этой поверхностью накрываем любую емкость ну и в принципе как пленка пищевая она так как бы должна облепить и закрыть плотно любую мисочку ну и не надо много пищевой пленки использовать в общем для одной штуки конечно дороговато получать 152 рубля 4 3 будет причем они все были всегда три рядом белая розовая и голубая по моему да они все время рядом были доказала чего люди которые получали эти посылочки тоже фотографировали все время три штуки или нам тогда следующее это новогодняя басина девушка мой мало наверно как мало она как вы одеваете а я пока расскажу конечно покажитесь объект рядом находится объект находится рядом пока они одеваются я вам показываю последний кейсики последний последний до весны которые взяла конечно же я не могла устоять когда я увидела вот эту сову вот она очень прикольная и это тоже силиконовый кейс с нанесением а 2 ну просто не просто тоже для разнообразия вроде как и новогодние краски но уже после нового года можно будет его носить вот такой и модель готова вот модель наша модель хорошо оказалось вот по росту да по размеру такая новогодняя красотулина ты моя все будешь теперь у нас к новому году ходить вот в этой штуковине пленыш это все с алиэкспресс но вот остались осталось две посылочки и обе они для кухни остались и еще вы получили еще один заказ и стоп рв тоже он идет как бы вот комплексом комплектом и получается дешевле но я думаю что мы вот взяли и долго не будем еще до что-то заказывать и следующее видео про тап рв будет уже то что вы попросили это обзор да на эти все веще но я хочу с радостью поделиться мнением уже о хлебнице у нас как правило лаваш всегда на следующий день либо застывает ну деревянный становится черпее либо если мы его держим в полиэтиленовом пакете он плесневеет вот на следующий же день сейчас уже получается три дня прошло третий день да и он в великолепном состоянии но он просто без полиэтиленового пакета просто положен в хлебницу он не черствый и не плесневелый ну удивительно я каждое утро заглядываю думаю что с ним произойдет это такой опыт мы ставим вот и значит что мы в этом комплекте получили мы взяли набор он получился дешевле поэтому вот например вот эта штука это скребок какой то мы не знаем зачем он нам нужен ну что там в сковородке делать а вот остальные вещи как раз нужные в итоге оказалось что у нас в принципе было три или четыре вещи из ТПВ но мы даже про них не знали что они ТПВ про один комплект контейнеров я знала а про остальное мы даже не знали что это ТПВ что это все умное или что надо по умным это как-то использовать это все бешеных денег значит это вот набор контейнеров таких кругленьких с крышечками крышечки разноцветные две бирюзовых две светло-голубых и на все изделия 30 лет гарантия везде пишется 30 лет я вот честно в пластмассу на 30 лет я даже не верю подожди и еще мы взяли вот эту дрыгалку ой мне она так понравилась она мне так понравилась просто знаете вот как игрушка понравилась я уверена что она прекрасно работает потому что вы нам уже написали и нам показывали да но ой она запакована она запакована конечно ее еще собирать надо ну в общем она так вот дергается за веревочку и измельчается если вы видели предыдущее наше видео ТПВ мама стоит и побольше по-моему эту штуку крутит и вот вот так тянете да и она там все перемалывает вот здесь и дали вот такой буклет вот именно к этому измельчителю здесь очень много рецептов различных соусов так как Аня у нас соусы любит мы будем их делать да вот я уже ее собрала да и в подарок к этому комплекту шла вот такая же бутылочка на нее тоже не такая же бутылочка нет у нее нет крышечки она просто отвинчивается на нее тоже гарантия 30 лет и в нее можно заливать от 0 до 85 градусов жидкость офигеть вот это вот от 0 до 85 это круто конечно ну то есть не крутой кипяток но горячую воду можно заливать ну да ну чай можно вот так что она не скорчится как обычный пластик ну да да круто конечно вот так что все это мы испробуем ну на самом деле я говорю у нас вот эта сырница умная была оказывается стаканчик какой-то набор я вам по секрету скажу мы даже сегодня сыр накупили чтобы еще протестировать эту сырницу умную то мы вообще сыр обычно не едим там раз в полгода а тут мы специально набрали сыр мы взяли с плечами сыра я взяла какой-то оба белорусские я подсела на белорусскую молочную продукцию у меня сливки кто нам посоветовал она теперь все смотрит где белорусская потому что реально вкусно я даже не колбасный сыр взяли и еще какую-то нарезку голландский еще какой-то да они оба из белоруссии но все это вот в нашу сырницу не поместится но мы пока не будем нарезку открывать да а еще у нас есть как он чахел или как-то в магазине Армении мы взяли в магазине Армении взяли ну вот там тоже кусочек лежит посмотрим как они будут между собой не ну честно говоря мы когда это все взяли я даже не верила что это будет работать особенно хлебница да и особенно сырница тоже ну у нас в хлебнице лежит еще как это твоя называется чабата чабата обычно чабата которая деревенеет быстро очень она не плесневеет она просто становится деревянной в хлебнице она мягенькая такая да ну не то что прям вот знаете свежеиспеченная корочка хрустящая а внутри мягкая нет она просто сама равномерно как-то становится равномерно становится мягкой ну это здорово по крайней мере и не портится и не плесневеет ну да это очень важно но значит эксперимент нечистый потому что тот хлеб который мы постоянно брали мы отказались от него перестали его брать и сейчас берем не чисто из пекарни велисеевского будем на вопросах не ну и сегодня уже наболтали уже столько всего наболтали на показывали для всех ценителей тапруэ напишите пожалуйста посоветоваться с вами да потому что это не очень дешевая мягкая очень дорогая вся фигня просто этот набор нам реально сколько там 40 процентов что ли скидка на него было 50 по-моему сказали да ну в общем у нас есть две мечты у Ани одна у меня вторая вот вы нам посоветуете надо это брать или не надо очень дорогие обе мечты получаются а мы вообще не привыкли на кухню такие вещи всякие дорогущие брать ну я имею ввиду из пластмасса у меня мечталка я хотела вам рассказать когда я уже куплю ее но может не скоро да у меня мечталка у меня мечталка сушилка для овощей ну овощей ягод салата для чего угодно там для фруктов просто я в икее видела она очень топорно ну реально по-китайски сделано и тут когда я увидела тут с доводом такая она вся комфортная такая добротно сделанная но она стоит бешеных баллов если у кого-нибудь она есть напишите пожалуйста она стоит три с лишним тысячи а мы на четыре с лишним в общем напишите пожалуйста как она вам мне кажется просто она реально добротно потому что сушишь целый год что-нибудь а мне понравилось нам демонстрировали такую терку но она сделана в общем как мясорубка с ручечкой а выглядит она как мне показалось что на башмачок похоже на такой сапожок и у меня как раз совсем испортилась у меня была такая тоже видим мясорубочки но маленькая совсем для измельчения орехов и тут нам рассказывают что можно измельчать сыр это великолепно совершенно орехи шоколад ну все что угодно но тоже она стоит очень приличных денег и там она получается сама эта мясорубочка плюс контейнер то есть она она сразу в контейнер все это помещает в после перемолки и можно сразу закрыть крышкой поставить в холодильник да ну в общем поэтому мы хотим с вами посоветоваться там-то нам на презентации могли все что угодно рассказать если кто-то знает но если кто не знает конечно здесь вообще никто не знаю то будем с вами думать ну и напишите пожалуйста продолжайте пожалуйста писать про питомцев сегодня как-то мало написали что не все наверное посмотрели просто мы раньше когда спрашивали про ваших питомцев вы так много а не просмотрели но я посмотрю сегодня еще напишите пожалуйста какую-нибудь смешную историю как они у вас живут у нас есть как это код полка портос потрясающий код с черненькими усиками его фотография в группе напишите про своего любимца потому что они же члены семьи и напишите кто-нибудь вот так же покупает одежку новогоднюю я знаю что люди делают подарки новогодние ко дню рождения сам животным правда этого не делаем ну ладно моя воля делали бы если бы ей можно было всякие вкусные сладости в один новый год им игрушки складывали в носочек ну а мы с вами обязательно увидимся завтра обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаем вам доброго утра счастливого дня спокойной ночи